Он был открыт в 1971 году, но в 21 веке перестал отвечать огромному списку требований, которые нынче предъявляют к дошкольным учреждениям. Больше года на этих площадках не было слышно веселых голосов. Сад-кораблик был закрыт на реконструкцию. Родители и дети не спеша собирались на торжественное открытие обновленного сада, а официальные лица подъехали пораньше. Представители муниципального отдела образования и глава Ленинского района Олег Хромов в сопровождении заведующей детским садом Любови Полегаевой провели осмотр прилегающей территории. Веселая расцветка, стильные уличные фонари, аккуратно уложенный асфальт – ничто не напоминает старого серого унылого здания, где на протяжении 45 лет ютился кораблик. «Потрудились здесь на справу мастера-строители, чтобы было здесь удобно за скалятым жителям». Во время торжественной церемонии открытия глава Ленинского района поблагодарил собравшихся за терпение и понимание, ведь сад не работал длительное время. Хотя, судя по всему, и маленькие хозяева, и их родители были не в обиде. «Садик реконструирован замечательно. Больше территория, соответственно, стала. И изменилось, конечно, и снутри, и снаружи. Это новая мебель, это новый тренажерный у них зал. Ну, и группы, конечно, и здесь очень красиво все сделали». После торжественного открытия главе района показали внутреннее убранство обновленного детского сада. Реконструкцию кораблик претерпел масштабную. По сути, от старого здания остались только стены. «А вы работали до этого в этом саду? Да? Разница есть? Конечно. Лучше, конечно, не сравнить просто. Замечательно. Ну, ничего, обжиретесь потихонечку, и все будет замечательно. Спасибо». Была сделана глобальная внутренняя перепланировка, увеличено количество групп. Теперь здесь просторные залы для проведения праздников и спортивных занятий, отдельные кабинеты для специалистов, психологов, медиков, педагогов. «Современный детский сад, в котором и работать – одно удовольствие». «Изначально, когда открывался детский сад в 70-м году, у нас не сделали здесь прачечную. То есть мы пользовались городской прачечной, что очень неудобно. Это надо было возить, это большие деньги все это стоит. Теперь мы можем здесь стирать белье и столько, сколько нам нужно, и тогда, когда нам нужно. То есть мы ни от кого не зависим». Проект реконструкции детского сада был разработан еще в 2012 году, но уже тогда он не соответствовал многим требованиям, предъявляемым подобным объектом. На протяжении двух лет дело не двигалось с мертвой точки, велись доработки и согласование документов, сменился подрядчик. Несмотря на недостатки проекта, реконструкцию все же было решено начать, а над возникающими проблемами работать, как говорится, по ходу дела. «Мы по ходу решали вопросы каких-то изменений, которые допускаются в соответствии с строительными нормами. Мы находили дополнительные источники финансирования, не только бюджетные, для того, чтобы объект закончить в том виде, в котором он должен соответствовать сегодняшним нормам». Отдельная большая проблема дошкольных учреждений – персонал. Некоторые детские сады страдают от недостатка квалифицированных работников. В «Кораблике» этот вопрос решен. «Весь персонал, все штатное расписание на 100% укомплектовано. Есть у нас два логопедических кабинета, две логопедические группы, с которыми занимаются учителя-логопеды. Есть у нас педагог-психолог, который тоже занимается с детьми. Будет в этом году 10 групп у нас, теперь уже было 8, стало 10 у нас, и 250 человек». В течение ближайших недель здесь возведут открытую спортивную площадку, приведут в порядок веранды, но уже завтра «Кораблик» вновь повезет своих маленьких пассажиров по стране под названием «Детство». Максим Козлов, Владимир Бижонов и Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.